Мы занимаемся вообще проектами, связанными с анализом, с аналитикой больших объемов данных, с визуализацией, с разработкой систем визуальной аналитики, с разработкой методов высокопроизводительных вычислений, применения алгоритмов интеллектуального анализа данных. И сейчас, в частности, мы коллаборируем с ЦЕРНом, там, где находится Большой адронный коллайдер. И конкретно наша научная группа, мы коллаборируем с экспериментом АТЛАС, который находится в ЦЕРНе. Это один из крупнейших экспериментов в области физики элементарных частиц. И в МГУ, в принципе, работает достаточно большое количество физиков, которые там, вот в эксперименте АТЛАС, да и в других экспериментах, там CMS, ALISA, LHCB. И наши физики вносят большой вклад в развитие вот этих экспериментов. А наша научная группа, мы к физике имеем опосредованное отношение. Мы занимаемся больше системами, распределенными системами анализа обработки данных, которые существуют в эксперименте АТЛАС. На сегодняшний день подобные системы являются, ну как сказать, таким очень хорошим полигоном для научных исследований в нашей области. Потому что распределенная вычислительная система эксперимента АТЛАС, она отличается тем, что она очень крупномасштабна, то есть это система мирового масштаба, в нее входит порядка 130 вычислительных центров по всему миру. В коллаборации эксперимента АТЛАС входит порядка 40 стран, это тысячи исследователей. И вот эта вот распределенная вычислительная система, в которой 130 вычислительных центров, она способна обрабатывать очень большое количество данных, то есть это порядка сотен петабайт ленточных и дисковых хранилищ. Недавно они достигли уже экзабайтного уровня, и это все будет расти, потому что, ну как известно, экспериментальные установки, они тоже не стоят на месте, они там модернизируются. И чем больше они модернизируются, тем больше, соответственно, данных производят. Ну и все эти данные хранятся, обрабатываются, анализируются физиками. И наша задача, собственно, состоит в том, чтобы научиться разрабатывать такие системы, которые позволят отслеживать и анализировать все то, что происходит внутри вот этой глобальной вычислительной системы. Потому что там выполняется до 5 миллионов вычислительных задач в сутки. То есть это огромное количество, конечно. Естественно, поскольку система распределенная, они однородные, в нее входят и суперкомпьютеры, и грид, и волонтерские компьютеры, и различные университетские кластеры, облачные системы. То есть это очень такая разнообразная инфраструктура. И когда в ней выполняется большое количество конкурирующих между собой вычислительных заданий, то, естественно, там происходят какие-то сбои, отклонения от нормы и так далее. И в эксперименте ATLAS существуют уже разработанные средства мониторирования. То есть там есть определенные такие аналитические дашборды. Это наборы диаграмм, графиков различных, которые позволяют отслеживать работу, функционирование всех подсистем вычислительных. И этим занимаются так называемые операторы. То есть они сидят и отслеживают, смотрят на эти графики, ищут какие-то неисправности, какие-то ошибки возникающие, пытаются понять, почему эти ошибки возникли. И вот одна из задач наших – это минимизировать количество человеческого труда, который на это затрачивается. Потому что сейчас это достаточно большое количество человеческих ресурсов, которые должны смотреть на эти графики многочисленные, что-то там пытаться понять. И сейчас в эксперименте есть определенное направление, которое называется Operational Intelligence. Они пытаются автоматизировать различные задачи мониторирования. А нашей научной группой мы занимаемся разработкой, во-первых, системы визуальной аналитики, которая позволяет применять совместно различные алгоритмы интеллектуального анализа данных плюс научная визуализация. Таким образом, мы пытаемся оптимизировать работу по мониторированию различных вычислительных процессов в инфраструктуре этой коллаборации. Также мы разрабатываем систему визуализации, графовой визуализации, которая позволяет отслеживать сетевые маршруты между различными вычислительными узлами. То есть там, поскольку 130 узлов, между ними постоянно передаются данные между каждой парой узлов. И между этими узлами существуют вычислительными центрами, существует еще несколько, может быть, до 10 промежуточных звеньев. Это обычные вычислительные узлы. То есть, грубо говоря, существует два крупных вычислительных центра. Между ними есть какие-то переходные звенья. То есть это обычные машины. Например, между вычислительным центром в Москве, вычислительным центром в Питере может находиться несколько других, более таких мелких. И, собственно, мы исследуем маршруты, по которым передаются данные между узлами с помощью графовой визуализации. И вот разработана недавно нами система. Она была очень хорошо воспринята там в ЦЕРН, потому что она позволяет отслеживать, очень быстро отслеживать визуально возможные нарушения вот в этих маршрутах. То есть там, предположим, неработающие какие-то звенья или слишком медленные маршруты. И они планируют эту систему использовать для того, чтобы оптимизировать маршрутизацию передачи пакетов во всей вот этой огромной инфраструктуре. И еще одно направление, которым мы сейчас занимаемся, это кластеризация логов сообщений об ошибках. То есть там в эксперименте выполняется, например, 2 миллиона вычислительных задач в сутки. Из них порядка 10-12% выполняются с ошибками. И на каждую ошибку, естественно, сохраняется некое исключение с сообщением об ошибке. Ну, то есть, грубо говоря, это может быть до 100 тысяч сообщений об ошибках в сутки. Естественно, человеку это обработать невозможно. Тем более, они бывают разные, и непонятно, откуда они пришли. Мы разрабатываем методы, которые позволяют применять алгоритм машинного обучения плюс некие другие алгоритмы интеллектуального анализа данных. И вот мы научились кластеризовать эти текстовые сообщения об ошибках и отлавливать различные аномалии, то есть сообщения, которые не встречались ранее. Это также инициатива была хорошо воспринята в Атлас. То есть они планируют это внедрять. Мы уже вот это пытаемся внедрить сейчас в существующую систему мониторинга. Ну вот, собственно, примерно такие у нас задачи. То есть вы пытаетесь научить машину смотреть на вот эти графики, на которые сейчас смотрит оператор, и искать нужные данные? Ну, там есть два направления, на самом деле. То есть одно направление, это, сейчас как сказать, это все действия оператора при возникновении какой-то ситуации, они фиксируются. И когда мы накопим большое количество вот этих вот зафиксированных шагов, которые выполняет оператор, то мы сможем отдать эту информацию алгоритму машинного обучения, они обучатся и потом будут как бы прогнозировать, предсказывать возможные действия оператора. То есть, возможно, они будут помогать оператору принимать решения или принимать какие-то решения за него, если там процент точности будет достаточно высокий. это одно из направлений. Другое направление, это разработка такой системы, вот, мониторирования, которая минимизирует количество одновременно графиков, которые нужно одновременно рассматривать на мониторе. Потому что в настоящее время, когда я, например, занимаюсь как оператор, то у меня открыто там 10 окон, на каждом нужно смотреть какой-то график, сообщение об ошибках и так далее. Это достаточно сложно. То есть, это работа, которая действительно требует значительных усилий. И то, что мы сейчас разрабатываем, одна из наших систем, она основана на применении трехмерных интерактивных изображений плюс параллельных координат. Параллельные координаты – это такой уже, в общем-то, достаточно старый метод научной визуализации, который позволяет отслеживать тренды многочисленных параметров одновременно на одной картинке. То есть, нам не нужно строить там много попарных графиков. Мы можем просмотреть 20 параметров одного объекта на одной картинке. И вот совмещение интерактивной трехмерной визуализации плюс параллельные координаты – это позволяет нам оптимизировать работу по выявлению каких-то неисправностей. Ну и в целом лучше понимать, как функционирует система. А в чем заинтересованность, собственно, ЦЕРНа? То есть, что им дадут эти системы? Более точные данные или большую скорость открытия частиц? Нет, ну ЦЕРН, они вообще, в принципе, очень заинтересованы в любых вообще исследованиях, которые позволят как-то оптимизировать их рутинные операции. Ну, там есть целое подразделение, которое занимается компьютингом, так называемым. То есть, вот в коллаборации Атлас, это Атлас Компьютинг. Это достаточно большое количество людей, которые постоянно работают над развитием, усовершенствованием систем мониторинга, систем хранения данных, систем передачи данных и так далее. И, естественно, они смотрят вперед, потому что в ближайшие годы объемы данных будут расти экспоненциально. То есть, если они уже достигли экзабайтной отметки, то дальше будет больше. Соответственно, там будет расширяться сама инфраструктура вычислительная, то есть будет использоваться гораздо больше вычислительных ресурсов, большее количество данных и так далее. И это все, естественно, накладывает определенные требования на системы мониторирования и контроля вот этих всех процессов. То есть, если раньше обходились тем, что есть, то как бы лет через пять уже могут и не обойтись, потому что скорость развития современных программно-аппаратных средств она достаточно высока. И, естественно, ЦЕРН, как международная коллаборация, они стремятся соответствовать. Ну и плюс, они оперируют действительно огромными объемами данных. То есть, это нетривиальные задачи. И, так сказать, в обычной жизни мы с этим никогда не сталкиваемся. То есть, в обычной жизни мы вряд ли будем обрабатывать петабайт данных и по 130 в отчислительным центрам. Ну, плюс ко всему, нынешняя работа операторов это порядка 40 человек, которые как бы вот в разные смены постоянно вот этим занимаются. Естественно, требуется какие-то разработка дополнительных систем, которые будут помогать операторам это делать, потому что, ну, как я уже говорила, лет через пять это может быть намного сложнее, чем сейчас. Какие задачи сейчас нужно решить, чтобы приблизиться к решению этой глобальной задачи? Одна из подзадач, которыми конкретно мы занимаемся в рамках обучения от логаритмов, это анализ логов об ошибках, потому что это тоже достаточно большая интересная задача. То есть, формально это анализ, анализ текстов, поскольку каждое сообщение об ошибке содержит в себе текст, текстовое описание. И опять же, их накопилось уже огромное количество, и у нас как бы есть на чем поучиться. И мы нашли, кажется, хороший способ, хороший метод, вернее, комбинацию из разных методов, которые действительно позволяют с высокой точностью кластеризовать вот эти сообщения об ошибках, плюс отловить аномалии. И это одна из тех подсистем, которая будет в дальнейшем встроена в общую систему operational intelligence, которая будет применяться в ЦЕРН. Что сейчас нужно, допустим, предпринять? Нужно больше вычислительных центров или больше применять суперкомпьютеры? То есть, вы говорите, что информация растет, данные растут экспоненциально. И вот к чему это все дальше приведет? Ну, конечно, нужно увеличивать количество используемых вычислительных ресурсов. Это бесспорно, потому что их всегда не хватает. Но прежде всего нужно, наверное, увеличивать интеллектуальность при обработке этих данных. Ну, то есть уже не то время, когда человек, даже не один, даже там много человек, могут вобрать в себя всю информацию и как-то ее переработать, пропустить через себя. То есть, к сожалению, сейчас такое время, когда мы во многом должны полагаться на машинное обучение, на тренировку алгоритмов, на их прогнозы, на их предсказания. Естественно, не целиком, но тем не менее. Поэтому я думаю, что сейчас нам нужно развивать вот это направление активно. То есть интеллектуальный анализ данных, методы интеллектуального анализа, плюс развитую визуализацию. Потому что на данный момент визуализация – это то, что действительно реально помогает при анализе вот этих огромных объемов информации, информации, с которой мы сталкиваемся. Потому что, ну, до многих людей так. То есть мы видим картинку, и мы понимаем что-то. Просто таблицы и так далее уже не несут никакой информации, потому что объемы данных настолько велики, что мы просто физически не можем их переработать. Вот. Поэтому вот то, чем мы занимаемся, это совмещение интеллектуального анализа данных и развитых средств визуализации, я думаю, это именно то, что в настоящее время поможет в развитии технологий и поспособствует, естественно, в этом развитии. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...